МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Гродно+. В студии Александр Латынин. Сегодня в нашем выпуске. Навыки искусственного дыхания и знания правил дорожного движения в Гродно прошли соревнования на лучшего водителя скорой помощи. Чем живут современные солдаты? В день призывника школьникам показали быт военнослужащих. Старые карты через спутниковые снимки. Школьники обнаружили оборонительные валы времен Северной войны. Из туристов спортсмены. В Гродно состоялся чемпионат Беларуси по маунтинбайку. Праздничный эфир с подарками, воспоминаниями и лучшей музыкой. 15 октября радио МФМ 105.0 отметило 4 года. Мастер-класс от водителей скорой помощи в Гродно прошел конкурс профессионального мастерства среди учреждений здравоохранения. Участникам предстояло сдать теорию и пройти 6 сложных элементов на парковке. При этом судьи оценивали не только профессионализм водителей, но и время прохождения трассы. За фигурами высшего автопилотажа наблюдала Лена Молчанова. Эффектный дрифт на машине скорой помощи, да еще и при полном одобрении сотрудников ГАИ. Такое можно увидеть только раз в году. В Гродно прошел конкурс профессионального мастерства водителей медицинского транспорта. Продемонстрировать мастер-класс по прохождению трассы с препятствиями на соревнования приехали около полусотни водителей со всей области. Эти мероприятия, они нужны для того, чтобы показать мастерство водителей скорой помощи, водителей, которые обслуживают поликлиники. Почему? Потому что они отвечают не только за себя за рулем, поскольку и пациент находится в машине, и врач, фельдшер, медсестра. Поэтому уровень ответственности вот этих водителей намного выше, чем, допустим, любого другого водителя. Соревнования проходили в два этапа. Первая часть – практика. Тут водителям необходимо было показать виртуозное вождение и при этом стать лидером в секундном зачете. Диагональная парковка, змейка, тоннель и самый сложный элемент – восьмерка. Всего шесть автофигур без права на ошибку. С учетом штрафных баллов, то есть за касание фишек штрафные баллы будут, за неполный въезд, к примеру, в диагональную парковку штрафные баллы, с учетом штрафных баллов он получает свое время. И те участники, которые в сумме со штрафными баллами покажут более быстрое время, тот и окажется победителем. Виталий Сидорович участвует в соревнованиях уже второй раз. Прошлогодний дебют стал для водителя скорой помощи из Ашмян победоносным. Ставку на победу в этот раз Виталий делать не спешит, добавляя, что мастерство вождения для шофера скорой – не единственный критерий. Ведь ему, наравне с коллегами-медиками, не раз доводилось и жизни спасать. Было и не раз было такое, но помогали. Приходится выносить часто, приходится. Приходится, бывает, и восстанавливать дыхание, помогать. И там еще, ну, разные ситуации бывают. 20 выездов за смену, буйные пациенты и неуважительные отношения на дороге. Такие истории за плечами едва ли не у каждого водителя скорой. Именно поэтому профессия кажется априори мужской. И если бы не Ольга Буйко – единственная женщина-участник с улыбкой, разбивающая стереотипы. Хотя и пришедшая в профессию по воле случая. Я работала в СПК агрономом. И потом, после декрета, ну, как-то год где-то или два не работала. И решила все-таки пойти. Место освободилось, ушел молодой парень. И решила пойти на медпомощь водителям. Оценивали мастерство Ольги Буйко, равно как и других участников, в два этапа. Сначала самый зрелищный – вождение, потом знание теории. В итоге интриги все же не произошло. Приз за лучшее вождение вновь уехал в Ашмяны. Соревнования проходили в Гродненской области уже в пятый раз. И то, что год от года профессионализм участников растет, отметили не только судьи. Это подтверждает и статистика. Если в прошлом году было зарегистрировано более 20 ДТП с участием спецмашин, то в нынешнем только три. Лена Молчанова, Сергей Печерица. Новости Гродно+. Портянки «Ежедневная перловка» давно в прошлом. Чем живет армия сегодня, школьникам рассказали во время очередного дня призывника. В этот раз экскурсию для молодых парней организовали в 557-й инженерной бригаде. Ребята ознакомились с ежедневным бытом военнослужащих. Школьники прошлись по территории бригады, увидели, в каких казармах живут солдаты и в чем заключается их служба. Столовая – еще одна экскурсионная точка для школьников. Перловая каша, как многие были уверены, далеко не единственная, которой кормят солдат. Также в их рационе рис, макароны, овсянка. Есть и лакомства, например, соки и сгущенное молоко. Ежегодно на базах воинских частей происходит мероприятие, посвященное Дню призывника, которое военнослужащих приглашает участие средних школ, а также лицеев для посещения воинских частей. С целью проводится патриотическое воспитание молодежи для их дальнейшей подготовки к службе в армии и вооруженных силах Республики Беларусь. Запастись на зиму в субботу можно было в самом центре Гродно. Более 40 предприятий Гродненского региона представили свою продукцию на ярмарке «Дары осени». Горожанам предложили овощи, фрукты, ягоды на любой вкус. Небывалый ажиотаж был около рыбных прилавков. Продавцы говорят, на таких продовольственных ярмарках особенно большой спрос на живую рыбу. Карп, наверное, у нас больше популярная рыба на ярмарках. Карась бывает еще. Очень хорошо всегда люди покупают, берут. Среди сельхозпроизводителей и крупных организаций торговли было немало частных хозяйств и подворий. У них можно было найти особые сорта помидоров, огурцов и капусты. Сорта мы экспериментируем. Каждая новая, ну, людям нравится. Кто-то хочет старые наши помидоры, победа. Но мы садим голландские семена, покупаем. Более такие, они более устойчивые к нашему климату. Несмотря на холодную погоду, покупателей было много. Уходили отсюда не просто с пакетами, а с мешками овощей. Ведь запастись на зиму по таким низким ценам можно было только на ярмарке «Дары осени». Мы решили запастись овощами на зиму. В данном случае покупаем картошку. Собираемся еще что-нибудь посмотреть. Очень хорошее мероприятие, я думаю, что полезное. Здесь разнообразные цены, что нас очень радует. Старые карты, спутниковые снимки и архивные данные. В Гродно школьники обнаружили оборонительные валы времен Северной войны. Подробнее о сохранившихся сооружениях 300-летней давности в сюжете Дмитрия Якубовского. История для Егора Войтиховского уже не просто увлечение. Школьник занимается научными исследованиями. Свою работу «Укрепление Гродно. Времен Северной войны» написал сам. Главное внимание именно системе оборонительных валов вокруг Гродно. И если в книгах и исследованиях информации много, то практических исследований сооружений, признается, почти не было. «Сами укрепления были построены в 1705 году и позже был составлен их план. Сами укрепления простираются с запада на восток в виде бастионной системы. С юга наш город оборонялся тремя артиллерийскими батареями. И через Неман был мост, который при необходимости можно было сжечь». Северная война велась на протяжении 20 лет. Главной целью историки называют «господство над Балтийским морем». Боевые действия проходили между Швецией и коалицией североевропейских государств, таких как Речь Посполитая, Дания, Пруссия и Россия. По соглашению союзных войск российская армия защищала Гродно от неприятеля. Для того, чтобы улучшить обороноспособность города, было принято решение о создании цепи оборонительных валов. Работы были проведены в кратчайшие сроки, и когда армия неприятеля подошла к городу, ее встретил современный бастион. Считалось, что до наших дней укрепления не сохранились. Но ученики 4-й гимназии вместе с преподавателями обнаружили сохранившиеся части оборонительного редута. Никому не приходило в голову то, что эти укрепления каким-то образом могут сохраниться, потому что это, в общем-то, большие земляные валы, которые разрушаются достаточно быстро. Тем более, Гродно рос очень активно, и на протяжении 19-го века практически полностью они были уничтожены. Повезло лишь в самой восточной части, застройка именно в этом направлении шла медленнее. Это и позволило им в какой-то степени сохраниться. Используя современные технологии, исторические планы были наложены на трассировку современных улиц. И при детальном рассмотрении удалось точно определить современное нахождение оборонительных валов. Да, на самом деле валы здесь есть. И это не перепад рельефа природный, а это как раз такие валы, которые созданы были руками человека. Это улица Белыша. И как раз в этом месте мы видим за моей спиной валы. Они примерно такой величины и были, когда создавались достаточно большие земляные сооружения, на которых сверху располагались стрелковые позиции. Пехота занимала позиции сверху. Значит, там были устроены позиции для стрельбы, для артиллерии и для пехотинцев. Можно предполагать, что на туристические маршруты нашего города будут наложены координаты сохранившихся инженерных сооружений 300-летней давности. Дмитрий Якубовский, Юрий Дубовик. Новости Гродно+. 15 октября. Радио МФМ отметило день рождения. Именно в этот день, 4 года назад, состоялся первый эфир на волне 105.0. Свой праздник радио подготовило множество сюрпризов для своих радиослушателей. Были разыграны призы на лучшие поздравления, а в эфире впервые прозвучали голоса музыкального редактора и звукорежиссера. Радио МФМ принимала поздравления и от коллег с телеканала Гродно+. Праздничный эфир вела Наталья Астахова. 4 года назад именно ее голос был первым, который услышали гродненцы на волне 105.0. Ведущая до сих пор с волнением вспоминает этот день. Я затыкалась на каждом слове. Я говорила осудженное. В общем, я опозорилась как могла. И, собственно, с этим позором до сих пор живу. Это тот момент, который неловко вспоминать до сих пор. Но за это время я дожила до того, что у меня есть шоу, которое называется «Ах, Астахова». У меня появилась такая настоящая семья. Радиная, телевизионная. Здесь просто один такой большой дом. У Радио МФМ большие планы. Коллектив уже начинает готовиться к своему пятилетию, которое на волне 105.0 отметят в следующем году. Гонка по Гродненским горам. 14 и 15 октября в парке активного отдыха Коробчинский Алим прошел чемпионат Беларуси по маунтинбайку. Это вид спорта, в котором участники на горных велосипедах преодолевают трассу с препятствиями. На Гродненской земле первенство по маунтинбайку проходит во второй раз. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов со всех областей страны. Параллельно с чемпионатом страны прошла и Республиканская универсиада среди молодежи. В этом году трасса была значительно сложнее. Добавлены трамплины, добавлен участок по лесной части там идет. Трамплины также плюс преодоление дополнительных препятствий. Это вроде как канавки, песок. Это дает дополнительные трудности. Но спортсменам всем нравится. Маунтинбайк – олимпийский вид спорта. Но в Беларуси он был популярен в основном среди велотуристов. Сейчас многие из них становятся профессиональными спортсменами. Сам по себе вид очень интересный, массовый. Это практически только проблема приобретения самого велосипеда. Форма – это, естественно, вторичная. И поэтому даже люди, которые сегодня не занимаются стабильным маунтинбайком, они занимаются сегодня туризмом и отдыхом, то есть оздоровлением. Поэтому это прекрасная социальная программа развития. И к другим новостям спорта. Да, мужская команда нашего региона под дзюдо выиграла Кубок страны. А женщины заняли второе место. В активе наших спортсменов 11 медалей, из них 6 – высшего достоинства. Прошли очередные матчи женского чемпионата Беларуси по баскетболу в высшей лиге. Гродненская Олимпия уверенно переиграла Минский клуб «Горизонт-2» – 94-31. А вот Виктория уступила «Горизонту» – 49-91. Продолжая тему баскетбола. Мужской клуб «Гродно-93» занял первое место в своей подгруппе и вышел в финал Кубка страны. В декабре он встретится с командой «Цмоки-Минск». Команда юноши 2005-2006 годов рождения Гродненской области, также по баскетболу, заняла третье место на первенстве страны, которая проходила в Минске. Волейбольный клуб «Коммунальный ГРГО» во второй игре чемпионата Беларуси проиграл со счетом 0-3 Мозорской жемчужине Полесье. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте www.grodnoplus.tv.by А поделиться с нами интересной информацией можно, позвонив по номеру 77-33-04. На сегодня я прощаюсь. Приятного отдыха с Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова